всем привет с вами ted и сегодня у нас классный гайд по моему стилю зоопорота сопротив зерга очень сейфовый креативный стиль принципе это хорошая тренировка макро для вас и пара вот классных фишечек итак приступаем сначала немножко про геймплан и вообще в целом билд билд сейчас вот вы видите на экране собственно и текстовой версии этот билд можно скачать из дискорда то есть ссылки в описании заходите в дискорд там есть группа youtube builds можно там соответственно скачать реплеи все которые сегодня вот вы увидите текстовое описание то есть кому как удобно ну вот начнем да то есть наш геймплан это сначала открыться в stargate для этого мы должны естественно начать с пилона и гейта первый роли поинта всегда кидаю на натурал и пробка у меня здесь стоит отдыхает пока я построю соответственно гейт вот с нами получается 16 гейт и идем на разведку это в принципе стандартное открытие в гейт газ nexus кибернетка сам же кидаем boost естественно то есть на эти мелочи сильно не буду заморачиваться потому что это уже штука такая совсем для новичков но целом будем немножко и на них тоже обращать внимание что нам самое главное играя в этот билд посмотреть у зерга наличие 2 базы то есть реплей против компьютера поэтому у него сейчас 2 базы нету мы предполагаем что что у него она сейчас стоит и они у нее правильное количество жизни то есть в районе 500 600 это значит что это было 17 хата и соответственно нас абсолютно устраивает мы продолжаем дальше играть если же здесь хаты нету то вы уже должны предполагать скорее всего что это 12 пул и вам нужно играть как против 12 пула да то есть вы не можете играть этот билд и говорить я проигрываю ранним зерлингом потому что да вы будете проигрывать 12 пула если вы ничего делать не будете да то есть на этом пуле нужно уже готовиться чтобы узнать как играть против 12 пула посмотрите в подсказку там сверху должна отобразиться подсказка как играть против 12 пула вот ну что поехали дальше вот если посмотрели что хата все окей пробка делает вот такой круг проверяет точный тайминг то есть если здесь пул либо нету и газ чтобы вам понимать что если газа нету значит не будет скорости лингов рано да то есть если газа если газа 2 возможно будет чиз какой-то ранний вот эти все вещи вы сможете принципе понять но целом не об этом если все вот окей типа хата газ пул стоят в принципе можно ехать домой либо эта пробка может здесь стоять там смотреть третью то есть задача пробки в принципе до 2 минут 30 секунд здесь про патрулировать последить ставить зерк третью или нет вот мы тем временем ставим nexus кибернетка начинаем заказывать пробок 21 газ и пилон хочу здесь наверно отвлечься ненадолго смотрите как наполняются газы это важно для этого билда когда мы открываемся в stargate мы хотим собрать как можно больше газа пораньше поэтому вот этот газ мы раллипойнтами насыщаем и ставить nexus срываем с минерала видите пробка у меня 15 16 то есть эта пробка ставит nexus кибернетка тем временем газ уже наполнен заказываем пробку и ставим газ как можно раньше и на газ тоже раллипойнтом отправляем но чтобы пораньше поставить stargate не забываем пилон конечно же 21 там 22 поставить вот газ успевает достроиться у меня сейчас две пробки раллипойнтом поэтому сейчас минерала и опять одну пробку перенаправляю на газ сразу же таким образом начинается с чего что мы заказываем адепта который будет бежать и разведывать дальше на то есть эта пробка сейчас побежит домой в 2.30 адепт ее подменит будет дальше следить чизит нас или нет если вы все сделали правильно у вас после заказа адепта и не заказа варпгейта в 2.15 вот уже будет 150 150 то есть вот такое плотное открытие что в принципе вы можете в 2.15 уже поставить stargate вот в сумме нам надо два адепта для начала и потом мы только варпгейт заказываем первый адепт всегда стоит здесь на случай если какие-то зерлинги мимо вас пробежали чтобы вы могли отбиваться и бежит разведывать пробка тем временем бежит домой пробка увидел что нету третьей базы соответственно этот адепт будет кидать тень и проверять количество рабочих то есть вам важно понять что этих рабочих где-то 6-8 если их меньше вас будут сейчас чизить это будет link flood это будет куча бейлингов возможно да то есть какой-то чиз то есть вам нужно тогда ставить батарейку закрывать стенку сразу же если здесь на достаточное количество рабочих если есть третья где-нибудь тогда все окей и дальше продолжаем вот то есть на этом моменте 3 10 на 3 минуты 10 секунд если вот вы видели в начале хата газ пул и сейчас видите что зер хоть как-то развивается дальше вам ничего в билде менять не надо вот прям вообще ничего то есть дальше все окей то есть важно до этого момента дожить и значит что вас там не сожжут зерлингами поэтому собственно продолжаем экскурс билд наша цель построить две грелки и 3 адепта когда все заказано грелки ставим 42 пилон ставим gate в 320 где-то gate ставится это чтобы опять же зерлинги со скоростью не забегали к вам вот и в 330 уже готовимся 2 газа ставить нам построили 2 газа готовим вторую грелку первая грелка что она делает в этом билде она сначала чистит вот этих оверов которые следят за третьей базой мы здесь будем делать сейчас мой трюк классный который я сильно объяснял опять же в видео в предложке посмотрите как сломать экономику starcraft 2 вот как бы там все разъяснено почему так работает здесь же объясню как надо делать просто то есть наша цель зачистить третью базу вот этих всех оверов чтобы зерк не знал ставим мы сейчас третью или базу или нет чтобы он начал напрягаться отправлять дополнительных зерлингов и видеть что мы ее не ставим да то есть чтобы зерк нервничал что мы как будто его олынем вот второй грелк у нас отправляется за этим роли поинтом то есть сразу на него тем временем насыщаем сразу же 2 газа и в 4 10 что это за тайминг у вас сейчас могут прийти чем-то пытаться убивать у вас в принципе уже можно кинуть будет буст вот эти бусты я тут кинул в рабов но этот буст можно кинуть в грелку и сразу же сделать варп двух центрей да то есть вас сейчас 200 газа если вас чем-то пришли убивать соответственно вы можете центрями здесь заблокировать проход достроиться чуть-чуть и отбиться с грелками тремя адептами двумя центрями если же вас сейчас не идут ничем убивать вы тогда смело ставите рома чистить его здесь оверов в это время и ставите твой лайт и фаржу то есть 420 где-то 4 здесь 420 робот твой лайт фаржа все две грелки что они делают они идут разведывать их задача прийти к пятой минуте на третью базу к зергу и посмотреть количество рабов опять же количество рабов количество газов то есть будет ли это какая-то очень газовая атака будет ли вообще эта атака да то есть вдруг тут уже там 16 рабочих может там queen много то есть прийти и что-то понять вот тем временем параллельно сзади мы делаем плюс один атаку и чарж и так как плюс один атака делается 130 секунд а чарж 100 мы кидаем за все время апгрейдов один буст в атаку да то есть один буст в атаку дает вам возможность их засинхронизировать более-менее в одно время прийти вот из роба мы делаем два иммортала призма вот наша задача вот что делают дальше грелки игрелки посмотрели третью базу дальше им делать нечего чуть-чуть они в это время летят и пытаются убить оверов здесь на мэйне у зерга то есть опять же что-то убить немножко напрячь зерга и как только вы долетаете до сюда сразу летите обратно на третью базу к себе сейчас объясню почему чё зачем вот но тем временем вот чуть-чуть еще вернемся 4300 у вас полная экономика на двух базах вы поставили робот вайлайт фаржа и в этот момент нужно создать контрольную группу так будет удобней в которой есть получается вот столько да внизу смотрим 8 плюс 6 пробок то есть 14 пробок с мэйна с главной базы и 8 пробок с натурала то есть всего 22 пробки и когда вы это сделаете вы отправляете раллипойнта уже с каждого нексуса на свой nexus и продолжаете строить рабочих все и они строятся до 24 параллельно с этим не сбываем пилоны продолжаем строить рабочих имморталов бустим естественно ставим 4 гейта потом templar архивы вот именно таким образом все смотрите вот мы здесь грелками защищаем на 6 минуте получается всю эту историю и на 6 минуте выходим пробкой и ставим nexus 2 газа 2 пилона nexus 2 газа 2 пилона отправляем пробку назад как только у вас 24 пробки на на втором нексусе 2 раллипойнта отправляем на первый nexus и строим еще по 3 пробки с каждого нексуса то есть 6 еще вот параллельно с этим к этому к этому моменту в 6 30 у вас должно накопиться 900 газа то есть если вас не заставляли некую ерунду варпать газовую то вы 6 30 варпаете вот так вот три архона у вас влетает призма делаем опса и полетели в атаку оставляем одного адепта и бежим в атаку и смотрите мы на 7 минуте приходим в атаку у нас 3 архона 2 иммортала 2 грелки и будет варп 6 зелков 6 зелков заметьте это дофига это жестко и в этот же момент когда мы делаем эту атаку мы только сейчас переводим то есть три пробки на газ вот у нас контрольная группа 22 пробки нажимаем правой кромкой на газ нажимаем shift 1 2 3 нажимаем на другой газ shift 1 2 3 и нажимаем на минерал все мы распределили nexus и на седьмой минуте мы атакуем то есть варпаем делаем атаку главное понимать это атака не должна выиграть игру это не конец плана да зачем вам ставить третью базу и насыщать ее если вы не хотите если вы хотите сейчас убить зерга вы не хотите ваша задача почистить крип напрячь заставить заказаться увидеть вашу армию да то есть он должен увидеть вашу армию должен понять что вы тут жесткий типок и вы тоже должны видите во армию вы должны понять сразу там отправить зелка вперед понять хотите вы драться или нет если вы драться не хотите и боитесь ваша задача просто взять всю эту армию и отправить себе на 3 защищаться в призму взять 4 зелка и отправить ее в какой-нибудь мертвое поле всё мы Вы пришли, посмотрели, опца оставляем, призму отправляем куда-то вот в мёртвую точку, чтобы её не могли там достать легко, и параллельно делаем переход, да? То есть вот в этот момент в 7.30, если нам не нужны дополнительные варпы, больше нам ничего не надо, в 7.30 мы делаем вот так. Робо, робо-бэй, плюс два атака и блинг. Параллельно с этим на третий ставим батарейки и фотонку, чтобы защищаться от каких-то таймингов. И два гейта ещё, до 10 доводим, ой, до 8, ну 8-10. Вот, здесь я нашёл место ещё построить одного иммортала. Здесь немножко бот мешает нам что-то делать из веб-гейта, но это не важно. Вот, если на вас сейчас зерк нападает на 8-й минуте, у вас уже, в принципе, начинаются делаться колоссы, вы можете варпануть архонов, и, в принципе, под батарейками на архонов имморталов зергу тяжело навалиться именно на 8-й минуте. Но у вас есть ещё призма, да, если он на вас наваливается, вы призму сразу на него скидываете, и призма нанесёт колоссальный урон. То есть, поэтому ему невыгодно прямо на 8-й, скорее всего, на вас наваливаться. Вот, параллельно с этим ему выгодно на вас навалиться на 9-й минуте. Но на 9-й минуте у вас появляются уже два колосса, ещё архоны, и вы, в принципе, ставите 4-ю базу с газами сразу, да, то есть вам газ интересен. Забираете с мейна рабочих на газы, и вот этой вот армией вы, в принципе, уже можете атаковать, да, когда у вас 4 колосса, вы идёте, и на 10-й минуте 4 колосса, куча сталкеров, плюс 2 на атаку, зилки, сталкеры, атакуете. Атакуете как? Идёте атаковать, к примеру, ему третью, параллельно с этим призму ему отправляете на главную базу. Всё. И так вы выиграете. То есть в этом весь прикол, что у вас армия, в принципе, без призмы ходит, призма отдельно доварпывает куда-нибудь. Вот. Логистика такая. Здесь немножко сейчас будет, скорее всего, демонстрация лёгкого перехода. Вот так вот мы идём. Атакуем, да, то есть атакуем эту базу, варпаем на эту, продолжаем атаку, и, в принципе, вот тут вот, если как бы зерк начинает с вами размениваться и разменивается в ноль, вы продолжаете уже производство, да, то есть вы делаете, опять же, кучу архонов, колоссов, имморталов, армию, в принципе, да, продолжаете производить, продолжаете драться. Если драка здесь не получилась на уровне, вы пришли, увидели люру, да, то есть вот вы пришли, типа, ой, люра, я не буду с ней драться, я боюсь, то вы переходите в лейтгейм и на 11-й минуте вот вы делаете что, да, вы ставите 300 гейта и флитбикон и через, получается, 40 секунд, да, то есть вы начинаете спамить по 4 батона за раз. Вот. Такой вот крутой билд, давайте посмотрим его в действии в игре. Вот, мастер 4500 ммр, посмотрим, как он справится с этим билдом, я здесь промотаю, расскажу, покажу все как раз, что примерно происходит. То есть это игровая ситуация, как это, в принципе, выглядит в игре. И, ну, с этого билда можно много чего отбиваться, то есть реально хороший билд, прикольный билд. Получается, открываем все в Stargate, адептик у нас бежит, видит, что третья есть, проверяет количество рабочих, смотрите, оп, все, окей, и бежит домой. Дальше не стоит париться. Вайдрей, получается, вылетел раз. Полетел сразу, посмотреть, как тут дела. Видит, что побежали линги. И смотрите, видите, этот зерк, он как бы, у него билд продуман так, что он как бы знает, да, что много протасов в его лиге ставит там третью базу в 4.30 примерно, да, и посмотрите, он прям придумал, да, я буду атаковать вот этими лингами в 4.30, мешать протасу развиваться. И в чем прикол? Он, построив этих лингов, не только не мешает вам развиваться, то, что у вас не было плана ее ставить, а он параллельно не строит своих рабов, да. То есть на данный момент у него 42 рабочих. У нас уже 46, да, и мы его обгоняем, и мы уже начинаем больше добывать, намного. Вот, сейчас посмотрите на инкам. То есть здесь он ничего сделать не может. Убивает нам одного адепта. Тут грелки убили что-нибудь, типа овера. Вот, а нам, я говорю, нам ничего не мешает, и у нас уже, вот смотрите, пятая минута, 20 пробок уже. У нас добыча, бывает, залетает вот 2000 примерно минералов в минуту, да. Вот у нас добыча, 2-200 в минуту. А у Зерга на данный момент 1-800 примерно в минуту, да, с двух бас, 1-700. И получается, что он видит, что у нас нету третий, думает, что мы сейчас как бы его олынить будем или еще что-то, а мы уже добываем почти как с трех бас. И таким образом он от нас жестко отстает, то есть он сейчас не знает, куда тратить ресы, он думает, мне нужна армия, мне не нужна армия, он не понимает, в этом вся суть. И, ну, тяжело понять этот билд, нужно очень хорошо разведывать. Вот, тем временем мы смело с адептами и грелками выходим на шестой минуте. Показываю трюк классный на третью. Смотрите, классный трюк. Вот мы собираемся, видим, что прибегают зерлинги. Они побегут сразу убивать пробку. Надо просто вот здесь иметь адептов, вот так, подходить к ним и нажимать на дальний минерал. И тогда пробка через них пробегает, зерлинги тут отдаются, можно построить спокойно Нексус, газы, получается, пилоны, ну, то есть все прям спокойненько. Все, он увидел третий Нексус, он сразу задронился. Он такой, окей, мне надо добывать, но в чем проблема? В том, что он сейчас добывать будет быстрее, но мы уже идем его атаковать. Да? То есть он не успеет добыть, а мы уже добыли. В этом вся сила билда этого. То есть берем, собираемся и погнали. Вот. И посмотрите. Приходим просто-напросто на седьмой минуте. Здесь квины, ядра, зерлинги, да? Ну, не хватает, не хватает армии против трех архонов, двух эмов, там, двух грелочек и все. И вот так вот парень проигрывает. То есть он даже не нашей последней цели проигрывает. Вот. Ну и сейчас дальше я продолжал бы уже. Робобей, роба и погнали. Вот. Вот такой вот крутой билд, ребята. Если нравится такой контентищик, качественный, обучающий по билдам, по всем таким историям, обязательно оставляйте фидбэк. То есть комменты, лайки, посмотрите видео до конца, можете другое какое-то видео из серии посмотреть. Чтоб я видел, что вам это заходит, вам это нравится, да? То есть если я вижу, что это не заходит, ну, будет, значит, немножко другой, больше развлекательного, возможно, контента. Вот. В любом случае, с вами был Тед. Крутейший вам билд. Удачи на ладере. Прям карайте зергов. Это мощь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok